Статья представляет собой специальный доклад, приуроченный к 100-летнему юбилею экономической геологии и посвящена секулярным изменениям в глобальных тектонических процессах и тому, как эти изменения повлияли на временное распределение золотоносных месторождений полезных ископаемых. Авторами статьи являются Дэвид И. Грофс, Кент Конде, Ричард Голдфарб, Джонатан Майокронский и Ричард Мвилл Рикер. Эти авторы являются ведущими исследователями из Университета Западной Австралии, Института горного дела и технологий штата Нью-Мексико и Геологической службы США. Исследователи отмечают, что определенные типы минеральных месторождений обычно демонстрируют временное распределение ВАЖ с пиками в определенные периоды истории Земли. Например, месторождение менее чувствительных к окислительно-восстановительным процессам металлов, таких как золото, демонстрируют долгосрочные временные закономерности, которые связаны с крупными изменениями в Земле, вызванными постепенным уменьшением выработки тепла и изменениями в глобальных тектонических процессах. Они объяснили, что хотя существуют доказательства тектоники плит в раннем Докембрии, очевидно, что плюмовые события были более обильными, когда Земля была более горячей. Рост ювенильной континентальной коры, по-видимому, был связан с короткоживущими катастрофическими событиями мантийных плюмов и формированием суперконтинентов. Различные типы месторождений полезных ископаемых связаны с этим циклом формирования и распада суперконтинентов. Они отметили, что субконтинентальная литосферная мантия эволюционировала из-за уменьшения теплового потока и снижения активности плюмов, что в свою очередь привело к изменению тектонических сценариев. Они добавили, что орогенные месторождения золота, которые формировались на протяжении не менее 3-4 миллиардов лет, имеют самый высокий потенциал сохранности среди всех типов месторождений золота. Авторы также рассказали о вулканических месторождениях массивных сульфидов, железооксидных меднозолотых, месторождениях и о том, как они связаны с развитием ранней декембрийской субконтинентальной литосферы. Май, с точки зрения сохранности этих месторождений, они подчеркнули, что решающую роль в этом процессе играют такие факторы, как плавучесть как океанической литосферы, так и субконтинентальной литосферной мантии. Они предположили, что единая фундаментальная концепция связанного эпизодического роста и сохранения земной коры в архее и палеопротерозе объясняет временное распределение ряда типов золотоносных месторождений. Также важно отметить, что они обсудили роль мантийных плюмов в цикле суперконтинентов и то, как это влияет на временное распределение месторождений полезных ископаемых. Они пришли к выводу, что типы золотоносных месторождений демонстрируют характерное временное распределение, связанное с изменениями от более плавучего тектонического стиля плит в ранней, более горячей земле, к современному тектоническому стилю плит, характерному для фанерозойской раги. На этом и кассични. Очевидно, что понимание этих геологических процессов дает важнейшее представление о том, как распределяются месторождения золота во времени. Действительно, эта статья подчеркивает важность междисциплинарных исследований в раскрытии сложных геологических явлений. На сегодня это все. Добро пожаловать на наш канал GVCIS, где ты найдешь множество видео о геологии, геохимии, структурном анализе и применении искусственного интеллекта в науках о Земле. Пожалуйста, ставь лайк и подписывайся, а также не забывай нажимать на колокольчик уведомлений. Есть вопросы? Оставь мне комментарий ниже.